Всем привет, это я и Оксана. Привет! Да, это у нас день 3 конференции, третий день CS-шоу. И я просто хотел с вами поделиться, во-первых, впечатлениями, а второе, рассказать, чем мы здесь занимаемся. Мы целый день ходим и снимаем. Мы просыпаемся очень рано с утра, мы садимся на автобус, едем туда и снимаем там практически целый день, пока они закрывают двери и нас оттуда практически выгоняют в 6 часов. То есть мы там проводим практически целый день. После этого мы приезжаем домой, домой вот сюда, в эту гостиницу, где мы проживаем. Кушаем, мы садимся монтировать и монтируем примерно до 2-3 часов ночи. И по 5 утра просыпаемся, поэтому я знаю, что многие думают, что мы, может быть, ничего не делаем, но мы реально пытаемся снять как можно больше, потому что смонтировать я всегда это смогу попозже, когда я уже приеду домой. Но если я что-то пропущу интересное, я этого, конечно, не смогу уже доснять. Поэтому мы пытаемся вложить все наше время, которое у нас здесь есть в съемке. Нас всего лишь 2. Если бы у нас был третий человек, который мог бы еще монтировать, было бы, конечно, супер. Но это у нас первый раз. Мы как бы учимся с наших ошибок. И в следующий раз мы постараемся сделать немножко побольше проект, в смысле, что хотя бы привезли с собой еще одного человека. Да, и вот мы пытаемся выпускать сегодня, надеюсь, что мы еще помонтируем, мы выпустим хотя бы один эпизод, чтобы вы могли его увидеть. И вообще наше впечатление здесь очень интересно, здесь очень весело. Организация, организация самого шоу просто отличная. То есть все организовано очень хорошо. То есть автобусы, которые везут в гостиницы, автобусы, которые приезжают. То есть даже если огромная очередь, кажется, что ты не попадешь на автобус, эти очереди очень быстро уходят в автобусы. Все-все-все организовано, все отлично. И мы очень довольны, да, организация? Мы довольны, да. Но сама конференция огромная, столько много всего, всего невозможно обойти. Мы уже три дня ходим, как сказал Паша, с девяти утра до шести вечера. И, по-моему, мы даже половины не видели. Да, да. Но вы увидите все, что мы увидели, но не сразу. Дайте нам время. Да, и то есть, чтобы вы просто представили себе, вот, например, да, то есть мы находимся сейчас тут, где находятся все гостиницы. А для того, чтобы попасть туда, куда мы едем, на саму конференцию, ну, где самые большие три-четыре зала, это находится в Лас-Вегас Конвеншн Центр. Отсюда на автобусе это примерно, я думаю, сколько нам берет? Минут 10-15? Нет, больше. Сегодня мы вообще ехали, наверное, минут 40. Ну, да, зависит от трафика, то есть от пробок. А мы, то есть как получается, что мы садимся, мы туда едем, но кроме этого места, еще по всему, вот здесь по всему стрипу в разных гостиницах, еще есть разные выставки, на которые надо отдельно ехать, и все время что-то происходит, и расстояние такие огромные. В самом этом конференции это расстояние просто нереальное, то есть там ты хочешь, 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 это никогда не заканчивается, но кроме этого, как я уже говорил, оно еще в разных гостиницах происходит. Плюс ко всему, мы не только сняли всякие новинки, то, что вы, наверное, уже видели на блогах, мы сняли что-то интересное и необычное, то, что обычно не показывается, то есть мы не видели то, что мы сняли в новостях, надеюсь, вы это увидите, если вы нас будете смотреть, поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписались. Да, и по сравнению, я думаю, может быть, с многими другими блогерами, которые выставляют видео, мы пытаемся найти реально интересные гаджеты, мы не будем делать много обзоров на миллионы разных андроидовских телефонов, то есть мы пытаемся реально как бы захватить те вещи, которые они уникальны и интересны, и кроме этого мы пытаемся снимать саму атмосферу, показать вам, как бы, как это все происходит, маленькие детали, которые они здесь делают и вкладывают в них время, то есть здесь даже каждая компания вкладывает нереальное количество времени для того, чтобы сделать свою вот эту гуд уникальной, да, то есть запоминающейся. Да, запоминающейся, и у них вот эти маленькие детали, которые они добавляют, я думаю, что это не менее интересно, наверное, чем сами гаджеты, которые они пытаются вам протолкнуть и продать. Ну, давай, может быть, попробуем поговорить о том, что больше, наверное, тебе запомнилось. Ну, мне вот запомнилось, я знаю, что тебе понравилось, тебе понравились наушники, полк Олью, да? Да, мне понравился их стенд, он вообще обалденный был в плане дизайна, в плане самой идеи, в плане бэнда, который там играл, очень креативно, весело, интересные люди, и плюс все улыбаются, и сама атмосфера была просто замечательная, было приятно послушать, посидеть, и просто было приятно. Еще мы заходили в один стенд, к сожалению, я забыла, а, sound, sound, soundestries, something like that, что-то в этом духе, связанное со звуком. Там мониторы для гитар, наушники, и мы уже попали туда под конец, там была вечеринка, там играл диджей, вы, наверное, если следите за инстаграмом, вы видели фотографию диджея с бородой, было очень прикольно, было так интересно, как бы ничего особенного в плане гаджетов, очень специфическое, то есть для людей, Сама атмосфера. Да, для людей, которые занимаются музыкой конкретно, но сама атмосфера была просто зашибись. Да, то есть сам дизайн, вот, например, мы говорили сейчас о полк Ольдю, например, там ты приходил, и у них тишина, то есть это компания, которая вам продает наушники, но при этом ты приходишь, и у них тихо, и у них за стеклом, мы это засняли, вы обязательно видите в одном из эпизодов, у них за такой, за стеклом, как Soundput Boot, то есть, чтобы не было слышно, сидят музыканты, которые целый день играют музыку и поют, но для того, чтобы их услышать, надо сесть на лавочку и одеть наушники этой компании, только тогда вы услышите эту группу. То есть, такие маленькие детали, которые эти группы продумывают, для того, чтобы сделать ваш экспириенс у них, как бы, в гостях, да, уникальным и интересным, и мы пытаемся вот это все, как бы, захватить и попытаться, как бы, вам передать эту атмосферу. Так что, да, мы снимаем как можно больше, мы, к несчастью, не успеваем монтировать так быстро, как бы нам хотелось, потому что все-таки надо спать, для того, чтобы ходить вот так вот целый день и покрывать такие расстояния, но вот я просто хотел, как бы, мы хотели с вами поделиться, что с нами происходит, чем мы занимаемся, и вообще, как бы, рассказать вам, что все здесь супер и отлично, и у нас завтра последний день, и сегодня мы еще помонтируем немножко, а потом мы пойдем спать, и завтра у нас последний день, за которым мы должны успеть все еще много засять для того, чтобы поделиться этим с вами. Так что подписывайтесь, может быть, еще даже оставляйте в комменты, я попробую прочитать, если у вас последние есть какие-то запросы насчет того, что увидеть. Только, пожалуйста, напишите телефонный телевизор, а что будет реально уникальное, то, что вы хотели бы увидеть из интересных гаджетов, и мы постараемся обязательно сюда прийти и это снять. Все, это было длинное видео, да. Так что мы его сейчас зааплоудуем. Пока и подписывайтесь.